классический сирийский язык пересказываю статью господина лезова из языков мира статья очень подробная даже подробнее иврита приводит различные классы глаголов даже подробно в общем я сильно сокращаю во много-много раз и буду часто пропускать классический сирийский язык весьма известен это язык арамеев христиан сирии первое тысячелетие нашей эры на нем очень много написано текстов собственно вот тексты восточного христианства многие из них значимы для православия то есть они позднее были переведены на греческий включены в добротолюбие например ну и также в общем очень много различной христианской классики как нестарианской так и православной после того как месопотамию завоевали арабы и родным языком стал арабский перешли на арабский хотя оставались там еще какое-то время христиане то есть в восьмом где-то 13 веках параллельно существовали мусульмане христиане и мусульмане использовали арабский а христиане соответственно классический сирийский язык настоящее время очень мало там общин осталось этот язык является классическим то есть на нем ведется литургия иногда на нем могут говорить в принципе знающие его священники иногда какие-то фрагменты в журналах газетах могут писать но в целом язык для них уже старый они говорят намного арамейских языках назывался он лишана сур яя то есть сирийский язык мог также аромая называться то есть арамейский также в принципе мог называться это ский диалект потому что он восходит диалекту именно одессы который стал классическим современное обозначение классический сирийский чтобы отличить его от современного арамейского сирийского языка государственности никогда не своей не имели арамеи христиане то есть это язык именно конфессиональный в равных общинах использовался но общины на востоке религиозной значительной степени всегда имели определенное самоуправление то есть это как бы такое было государство государстве Два диалекта восточный и западный, причем они конфессионально фиксированы, то есть восточно-сирийский диалект это нестарианская конфессия и западно-сирийский это православный как раз, причем восточно-сирийский более консервативный. Характерен билингвизм для многих образованных носителей, то есть сплошь и рядом образованная часть тех, кто говорил на этом языке, она также знала греческий. Для некоторых носителей характерен был сирийско-иранский билингвизм, но скорее всего не массовый, то есть скорее всего именно образованная часть знала также языки вот тех стран, где они находились. Очень хорошо документирован, имеются грамматики того времени, прямо Яков Эдеский такой грамматист. Затем, когда он стал особенно мертвым, его еще более тщательно документировали и очень много современных исследований, то есть язык хорошо исследован, грамматика хорошо описана, сравнимо с арабским. То есть два очень хорошо исследованных семейских языка, это арабский и вот как раз классический сирийский. К сожалению, я говорил библейский иврит до сих пор, несмотря на то, что Библия общеизвестна, там очень много дискуссий, потому что данных мало. А тут очень много данных, огромный очень корпус текстов, очень удобно исследовать, древний язык, старая традиция его изучения, поэтому тут все хорошо. Графика знаменитой алфавиты Странгела. Графика есть у этого письма, вот она графика. Ну, то есть, как и в арабском, есть начальное начертание, среднее начертание и так далее. Довольно красиво выглядит и хорошо, в общем, он узнаваемый этот сирийский. Он такой как бы и связанный, и как бы немножко такой угловатый. А арабский он чисто уже вязь идет, он полностью округлый такой. Как и полагается, в семитских письменностях не обозначали часто гласные, иногда обозначали, довольно регулярно обозначают у и о, допустим, а также и, а другие фонемы время от времени по специальным правилам. Естественно, когда он начал выходить из употребления, разработали огласовки для него, как и для иврита, и также разработали несколько всяких знаков, которые уточняют грамматические формы. То есть, там бывает, они ставят значок, уточняющий, что это именно вот такая вот грамматическая форма, потому что они одинаково пишутся. Вот они ставят знак, есть такой в сирийском. Ну, то есть, в настоящее время есть, конечно, система, если писать согласовками, там будет точно обозначены все оттенки звуков, точно все гласные, и даже отдельные грамматические формы дополнительно будут различаться. Контакты с греческим и с персидским на всех уровнях влияли. Греческий влиял не только на заимствования, о которых будет, еще также порядочно на синтаксис повлиял греческий, потому что они часто переводили текст с греческо-христианским. Иранский в основном на лексику. Вот согласны. Ну, то есть, достаточно архаически сохранилось, в принципе, эмфатически, та и ка сохранилось. Ка, скорее, наверное, но это же заднеязычное должно быть, вот это вот такое. В скобках это щелевые, которые возникают в определенных позициях и звонких. Как я уже говорил, это явление характерно для палестинского арамита, и вот для сирийского тоже. То есть, вот именно в арамейских казаках в первом тысячелетии нашей эры это явление точно зафиксировано. Было ли оно ранее, непонятно. И оттуда же оно пошло в еврит и в современный еврит. То есть, в масоретском еврите оно точно есть, в талмудическом, не в современном еврите оно точно есть. Развитые фарингальные и ларингальные никак не упростились. То есть, в целом, богатая система гласных, эмфатическая S. И также богатая система согласных и богатая система гласных. Вот они гласные. То есть уже в раннесирийском было «э», «о», в самом первом, в прасемитских, только «а» и «у». Из этого богатства раннесирийского развились многочисленные гласные, допустим, восточно-сирийский диалект очень богат. Тут два разных «э», два разных «а», есть «о», есть «у» и так далее. Вот можно посмотреть. Существовала в них система транслитерации греческого, то есть определенные буквы греческого всегда одними и теми же буквами сирийскими передаются. Что интересно, «капа» они передают через «к» заднее, а вот нормальное «к» это они передают «хи» греческое, то есть вот тот звук греческого, который для «хи», «ха», они передают через «к» обычное. Пропускаю, как возникли гласные. Ударение на последнем слоге. Стабильно. Также они разработали различные значки для более точной передачи, допустим, вопрос, приказ, пауза, для всех интонаций они разработали также отдельные значки. То есть если со всеми значками сирийский читать, то он как раз очень точный, то есть он передает все гласные, все оттенки, тона и так далее. Пропускаю про сочетаемость. Ну да, естественно, некоторые согласные и гласные в определенных позициях бывают, а в других позициях их не бывает, и по этому поводу у меня тут много страниц рассуждений о том, чтобы все это значило. Синтетический тип языка, хотя распространяются аналитические формы, то есть переходные от синтетики к аналитике, как характерно, вот именно как раз для языков Средневековья, между прочим. А новые языки, как правило, аналитические. Два рода мужской и женский, показатель женского рода та, четкий, допустим, бра-сын, бор-та-дочь. И есть ряд существительных, которые женского рода, но показателя не имеют, но просто сочетаются с прилагательными женского рода. Как правило, при адаптации греческих слов они сохраняют род. То есть те, кто адаптирует греческие слова, знают греческий, знают какой род, и передают соответствующим родам в арамейском. Три статуса, как я уже говорил, абсолютный, сопряженный и определенный. Так как я ранее в других арамейских языках и семитских об этих статусах говорил, я пропускаю подробный рассказ о том, что это такое и что это значит конкретно. То есть вот примерно те же три статуса, как обычно в арамейских. Двойственного числа нет. Единственное множественное число, окончание множественного числа Айя, для сирийского и арамейского характерно, для мужского рода, а в женском там немножко по-разному. Всю одну табличку я приведу. Количественные числительные. Вот они. Ну, довольно кое-какие специфические. С числительными я знаком на мандейском диалекте арамейскими, и тут, в общем, не совсем я вижу. Некоторые изменились по сравнению с тем, что в мандейском. Поддержанных форм нет. Применяется широко предлог Ла. Вот даже там, где в еврите обычно Эд, то есть вот когда мы говорим обо прямом объекте, в сирийском, как правило, все равно Ла. Для того, чтобы в любую общую связь, которая вот именно дополнение выразить, обычно Ла. И для отношений посессивных обычно предлог Де в арамейском употребляется очень широко. Фактически Де обозначает любую зависимость одного от другого. И мне тоже на материале мандейского приходилось, по крайней мере, простые тексты читать. Арамейские всякие молитвы и так далее. И там вот этот Де этот постоянно. То есть чтобы любое сочетание, названия богов, допустим, обычно так идут, что главное его имя, и потом через Де идет какой-то эпитет. Ну, Мандат Хая. Самый такой классический пример, то есть знание жизни. Вот Хая – жизнь, как все знают. Мандат Хая – это в данном случае знание. Вот Мандат Хая – это знание жизни. Вот тут этот Де, и Де этот там постоянно. Три породы, от которых еще три породы через ста образуются. То есть получается шесть пород. И, в принципе, для обозначения шести пород в арамейском, как правило, используют термины из эврита, потому что там эта концепция была хорошо разработана. Я пропускаю подробное же описание, какая порода, что означает и как употребляется, потому что, в принципе, это было. Ну, каузатив, это вот пассив, там. Ну, тут очень подробная грамматика. Тут выделяется самое мельчайшее значение пород. Я думаю, что для обзора точно вот эти все частности знать не надо. Их и в арамейском, и в араме, и все знают. Одно только наклонение и оператив, но есть различные аналитические формы, которые выражают пожелание, должностное основание и так далее. Частицы пропускаю. Три глагальные формы. Прошедшее время, настоящее и будущее. Прошедшее претерит идет с оттенком перфекта. То есть, как правило, оно означает, что закончено действие, оно предшествует какой-то другой ситуации, тоже может такое значить. Презент может употребляться и значение будущего, употребляется довольно часто. То есть, есть, в принципе, будущее время, оно однозначно определяет будущее. Есть время, которое может быть и как он настоящее, и как будущее, вот этот презенс. В классическом сирийском. Также аналитические формы различные распространились. Будущего, например. То есть, постепенно язык переходит к аналитике, и это явление там есть. Развитые причастия. Как правило, нарративной формой является претерит. То есть, когда рассказывают, обычно все в прошедшем времени. Пришел, услышал, осадил и так далее. Вышел, пошел и все такое прочее. Обычно в претеритии идет. Отрицание ла, которое там у них огубленное. А я его опасаюсь произносить. Могу неправильно. Причем ла и причем а огубленное. Так, отрицание идет. Инфинитивы обычно всегда с предлогом ла. Независимо даже от того, где он стоит, показатель инфинитива все равно предлог ла будет. В начале инфинитива. Вот местоимения. Из этого всего являются автономными только первое. Первый столбец. Самый правый столбец. Это вот отдельно употребляемые местоимения. А остальное все приделывается к концу слова. То есть все это инфинитики дальше идут. Ну, тут, в общем, довольно походит на то, что мы имеем. В еврите местоимения сильно не поменялись. Пропускаю прилагательные. Вот как раз изменение существительного мужского рода. Ну, в общем, оно походит, как и вообще в арамейских обычно. Абсолютная сопряженная форма такая же. Артикль А. Вот то, что тут нормально написано, это определенная форма с артиклем. Вот А или Е в умноженном числе. Показатель умноженного числа 3, в зависимости от формы. Ну, и вот женский род можно посмотреть. Тут появляется постоянно вот этот ад, о котором я говорил, показатель. Но в абсолютной форме, то есть ад, допустим, нет. Он там пропадает. Женский все-таки более выглядит так логично. Везде ад, окончание... Допустим, четко видно здесь окончание определенной формы, что этот артикль в конце слова. Женский пологичнее, а мужской, видимо, более архаичнее. Глагол, к сожалению, разъехался, но вот пусть именно такой будет. Тут видно, какой я источник использую. И можно все претензии передавить к источнику, который я пересказываю кратко. Вот сильный глагол. Как раз этот самый катап, который обычно модельный. И вот как он изменяется. То есть вот его прошедшее время, будущее и императив. В нормальной пародии, в самой такой обычной, обычной действии обозначающей. Вот видно, что футурум это та самая форма, которая с префиксом идет. Да, претерит это та форма, которая идет с софиксами. Презенс. Что интересно, вот первоначально в настоящее время выражалось причастием. Как оно выражается, допустим, в палестинском, арамейском и в современном Маврите, ведемым под влиянием арамейского. Но именно в классическом сирийском языке сделали из него полноценную форму с окончаниями. То есть из причастия, поскольку оно использовалось как личная форма, сделали еще форму с окончаниями. Это, допустим, у нас в польском есть. Это и бывает в славянских. Славянских тоже прошедшее время через причастие, но кое-где к нему еще делают окончания. А вот похожая штука тоже в классическом сирийском языке произошла. Вот породы глаголов, как они образуются. Вот тут видно, что системно, да? То есть есть на самом деле три породы, но еще есть две породы, которые с префиксом та фактически образуются. И вот их основные все формы. Дальше у меня идет много-много страниц про слабые глаголы, в которых пропадают некоторые звуки. И, кстати, даже в иврите так подробно не писали. Тут расписывают абсолютно все породы, все образования, всех классов. Конечно, господин Лезов молодец и нам хорошо грамматику написал. Но я думаю, что для сравнительного анализа нам это не надо, нам не надо. Дальше очень подробно расписывают тоже образование существительных, которое в основном идет по моделям, иногда с некоторыми окончаниями, с известными всеми этими суффиксами маэта, ой, префиксами маэта, да? И здесь расписывается очень все хорошо. Я думаю, что вот такое описание, оно поможет изучению иврита, что все сгруппировано ино по значениям, по моделям. Но я думаю, что нам тоже это не надо. Настолько подробный анализ всех моделей, всех групп, всех их значений. Что касается синтаксиса, базовый порядок. Сначала глагол, потом субъект, потом объект. Вот можно посмотреть, пример привожу из статьи. То есть так будет дословно, примерно. Прорвала вода стену западную, правоветвящийся язык, и вошла в город и разрушила дворец. Ну, объект будет все-таки после глагола, да? Ну, это у них нормально. Еще может быть фиксация на чем-то. Когда фиксируется на чем-то, то выносится на начало. Ну, как обычно у всех языках, в общем-то. Сложно сочиненные, как правило, тот же союз, это два. И относительно и предаточные тоже вводятся этой самой частицей, или иногда ее вместо имением называют Д. То есть Д это универсальный показатель зависимости в языке. Он выражает зависимость одного слова от другого, а также и предаточного предложения от главных. А вот примеры с этим Д. Что касается заимствования греческих, тут тоже довольно подробно анализируется, греческий по-разному влияет. То есть в ранних текстах меньше греческого. И это же характерно для палестинского и арабийского. Потом по мере развития греческого все больше. Видимо, двуязычие налаживается. Сначала только образованные двуязычные, потом масса населения двуязычная. При переводе Библии они в основном берут заимствования из еврита, а при переводе Нового Завета они берут заимствования из греческого, пытаясь точнее перевести. И там этого довольно много. Ну, в принципе, вот примеры различных грецизмов. Чем ближе к нашему времени, чем более текст религиозный, тем больше всяческих греческих заимствований. И снижается постепенно их адаптация. То есть все знают греческий, и поэтому адаптировать особенно не надо. Около 800 слов иранского происхождения, то есть персидских, причем часть из них была еще в имперском, арамейском. То есть, как я уже говорил, арамейский был классический язык персов также. И от него уже пошел, собственно, все остальные арамейские, и поэтому эта преемственность тоже есть и сирийскому. Но также есть очень много и современных заимствований. То есть жили в Сосаницкой Персии и заимствовали из современного имперсидского языка. Вот примеры тоже приведены. Сохранилось 128 слов из вавилонского языка, то есть древней традиции. В Ветхом Завете, когда они Ветхий Завет переводят, то они заимствуют из древнееврейского. Ну, а вот краткая характеристика классического сирийского. Надеюсь, кому-то поможет. Она не для обучения. Это именно сравнительный анализ различных, в данном случае, арамейских семейских языков.